Гидиз готов стать убийцей Санджара. Будет ли что-то чинить между этими двумя парнями или чинить уже нечего? Простит ли Санджар Гидиза? Итак, простит ли Гидиза Сахра, который Гидиз пожертвовал ради жизни Санджара? С другой стороны, вопрос Кахрамана, будешь ли ты с этого момента сыном свободного фермера или заключенного в тюрьму Санкара Эфи? Ответ Санджара на этот вопрос ясен, Мапус это Санкара Эфи. Однако ответ Нари ясен, сын свободного фермера. Кто из них победит в схватке двух влюбленных? Приведет ли это жестокая борьба друг с другом к концу, которого они никогда не ожидали? Не имея возможности видеть Мелик, когда она была ребенком, ребенок, на которого Санджар возлагал свои надежды, скончался без его ведома и даже не имея возможности оплакивать. Санджару тяжело справляться с этой реальностью, но именно Мелик вытаскивает его из пустоты. Мелик и Нари окружают Санджара всей своей любовью. Нари очень потрясена, когда Сахра, которую она считает другом, оказывается сестрой Акина. Но, как всегда, она отстраняется и разделяет проблемы Санкара, несмотря на их разлуку. Санджар наказывает Минекше и Сахру и сталкивается с Кахраманом. Но на этот раз к Кахраману есть что его порезать. Есть наказание, наказание, с которым не могут справиться женихи. Гидис, с одной стороны, сожалеет о том, что сделал с Санкаром, а с другой, снова оказывается перед ним. Потому что Санджар наложил на Сару наказание, которое она не смогла вынести. Гидис изо всех сил пытается спасти Сахру, за которую он цепляется в эти мрачные дни, но в конце концов ему приходится сделать большой выбор. Жизнь Санджара или жизнь Сахры? Нари и Санджар расходятся, но оба намереваются защищать друг друга, а не залечивать собственные раны. Нари сотрудничает с гидизом, чтобы защитить Санджара от Кахрамана, который постепенно сужает круг. Он даже соглашается выпросить у отца Санкара. Санджар, с другой стороны, пытается защитить Нари от неприятностей, а также пытается помешать своей семье и Мелик обвинять ее. Следуя за Нари на расстоянии, гидиз застревает и достигает Сахры, преследуя гидиза. Он подозревает Сахру и таким образом достигает уловки Минекши. Санджар смотрит правде в глаза, у него не будет сына. Поскольку все падает, как домино, и все игры раскрываются, кажется, что победит только один человек, Кахрамана. Гидиз, который несколько месяцев пытался найти тело Акына и посадить Санджара в тюрьму, должен предотвратить обнаружение этого тела из-за игры, которую устроил Санджар. Но есть два препятствия, которые необходимо преодолеть, Сахара и Герой. Видя, что пропасть между ним и Нари увеличивается, Санджар готовит Нари сюрприз. Они впервые в жизни идут вместе ужинать и пытаются поладить. Оставят ли Санджар и Нари счастливую трапезу? За день до свадьбы Нари действительно счастлива или она играет в игру счастья, как всегда. Герой берет на себя ответственность за убийство Локи, совершенное Сахарой. Чтобы Нари не позвонила в полицию, она объясняет отношениями Некши и Локи. Санджар скрывает убийство, чтобы не допросить отца ее ребенка. Вдобавок ко всему, Нари злится, когда платит деньги за кровь отцу Локи. Санджар и Нари, которые всю свою жизнь ждали воссоединение, столкнулись со своими культурными различиями в тот момент, когда думали, что воссоединились. Бесчастье, гибель людей, кровавые деньги, помолвочный узел, свадебное купание. Реальность отдельных миров, разделяющая многих влюбленных, обрушилась на Нари кошмарным сном. Смогут ли двое влюбленных превратить этот кошмар в сон? Халиси решает пойти всей семьей и как следует попросить Нари, чтобы исполнить традиции и гарантировать, что Эльван и Яхья соберутся вместе. Но кого они спросят о Нари? Чтобы не допустить свадьбы Санджара и Нари, Минекши консультируется с целительницей и идет в особняк, чтобы наложить заклинание, которое она наложила. Но это действие, которое он совершает при всем своем невежестве, становится причиной его катастрофы. Что будет с Минекши? Зная, что сын Ярыджи не сможет жениться, потому что нет особняка, где можно было бы взять Нари в качестве невесты, Гедис начинает свои планы по разрушению семьи Эфеоглу. Он полон решимости защитить Нари как от Санкара, так и от Сахры. Но будет ли оно успешным? В то время как все пытаются помешать им пожениться, Санджар подозревает, что Нари сдерживает ситуацию и что она не простила его по-настоящему. Простила ли Нари Санкара или то, что он вложил в нее, приведет к увеличению дистанции между ними. Оставив позади многие трудности, Санджар и Нари смотрели с дочками мультики, ходили на рынок, ужинали дома. Они мечтают о жизни, которую они делают. Это уже не эпично, это нормально им нужна жизнь. Но труп Акына не позволяет этого сделать. И Гедис, и Сахра, и Гювин, и Кахраман ищут это тело. Прошлое умерший человек из их жизни приводит Санджара и Нари к новой счастливой жизни. Позволит ли он ей жить дальше? Эльван покидает особняк Яхью и начинает сталкиваться со своим одиночеством. Решает, Нари не оставляет его одного ни на мгновение в этом противостоянии. Но Сахра, еще одна девочка-сирота, также помогла им почувствовать себя комфортно. Он не собирается уходить. Нари и Санджар, прошедшие испытания сначала смертью, а затем пленом, потрясены предательством Гедиза. Но прежде чем они смогут испытать боль этого предательства, им предстоит новое испытание. Перелом позвоночника Санджара ставит его лицом к лицу с вероятностью, что он никогда больше не сможет ходить. Влюбленных ждет новая война, требующая от них очень крепко держаться друг за друга. Смогут ли двое влюбленных пройти этот путь рука об руку? Гедиз движется вперед по пути, в который верит, сокрушая всех. Он ждет у дверей операционной своего бывшего шафера, которого пытается уничтожить. Сестра Акина, Сахра, приезжает в этот город совсем по другой причине и сталкивается с тем фактом, что ее брат может быть мертв и очень потрясено. Но только что его брат поставил его на место. Если его брат действительно мертв, кто отправил ему эти сообщения? Ангел в радости бежит в особняк. Они вернулись к отцу вместе с матерью. Для них больше нет препятствий стать семьей. Но он нигде не может найти своего отца. Потому что его отец, похожий на гору, лежит у подножия горы. Неужели и Мелик, и Эпас остались сиротами? Неужели Нари теперь безроден? Что Нары скажет дочери и матери своего мужа? Умрет ли Санджар, который застрелил Кахрамана и сбросил Акина со скалы, или он выживет и станет убийцей? Санджар освободила Нари, и Нари заберет ребенка и улетит. Но как они объяснят это птенцу? Нари и Санджар отложили свою боль и они пытаются найти способ объяснить дочерям эту разлуку, но Нари расходится по мере приближения времени прощания. С одной стороны, отделив дочь от отца, а с другой, вновь оставшись безродной, с другой стороны, неумение прощать. Они не могут ни отделиться, ни соединиться, он истекает кровью в подвешенном состоянии. Санджар прощается со своей любовью и дочерью, закрывает все свои щита и отправляется в пропасть. Но судьба переписывает для них эпопею. Из-за снотворного, которое Минекше подсыпала в лимонад, Мелик его сердце останавливается. Нари и Санджар связаны болью дочери. Нари крепко держал руки в ее кровати, чтобы она не улетела. Держа его, Санджар идет в мечеть, умоляет Бога и дает обет. Если его дочь жива, она отправляет Алакакуша и ее ребенка улетать. Выпустит его. Минекше пытается вытащить Акина, запертого внутри особняка. Во время работы его ловит Гюльси. Герой пытается похитить ребенка.